Рекламно-информационная программа Что эти теплые и солнечные выходные Как нам обещают синоптики Будут наполнены всевозможными Яркими мероприятиями И в частности это связано с тем Что именно сегодня, 18 мая Во всем мире отмечается Всемирный день музеев Международный день музеев Наш Киров в плане Количества музеев Их профиля, формата Вполне себе европейский город Вполне себе и музеев очень много Поэтому наших коллег Тех, кто несет свет знаний Жителям города Мы поздравляем с их профессиональным праздником Ждем вас с удовольствием в студии Обычно мы это практикуем И будем практиковать Так что надеемся на взаимное такое сотрудничество И как раз таки одному из мероприятий Приуроченному к Международному дню музеев Так можно сказать Мы сегодня будем говорить Энергоночь 2018 Что это такое? Какими мероприятиями Она, она, Энергоночь будет наполнена Мы сейчас начнем говорить 211-101 Традиционно напоминаю номер нашего телефона Будут вопросы Призов у нас масса Озвучим их чуть позже Ну а пока представляем наших гостей Олег Прохоренко Руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс Олег, добрый день Добрый день всем Добрый Добрый день Здравствуйте Настроение у всех, видимо, приподнятое Хорошее, солнечное И сразу же скажем Что Энергоночь Она будет не сегодня Организовывать с вами А завтра Завтра В день пионерии Да, конечно Еще один праздник Поэтому не удивляйтесь Если встретите на входе В музей энергетики Электрификации Кировской области На Ломоносово 9 людей В красных галстуках Ну, все должно быть в антураже Тем более, что Основные вехи развития энергетики Они случились как раз Со старта плана ГЛРО Который чуть больше 100 лет назад Был принят И понеслось Сейчас считается Что Россия Там флагман Все-таки энергетической отрасли Пока еще и остается Да, энергосистема наша Достаточно сильной Стабильной А вот Что будет в музее Кстати Просили напомнить Про возрастной ценз У нас возрастной ценз Без ограничения То есть можно приходить Даже с другими детьми Ноль плюс Будет очень много площадок Которые будут Развлекательные Для детей как раз Приводите за руки Приносите в слингах Всех ждем И аниматоры И для игр разума Много всего Но, конечно, самым ключевым И самым основным Будет непосредственно музей Это единственный Насколько я знаю В Ночи музеев нынче Музей ведомственный Который участвует Включен в официальную программу Тоже участвует обычно Я его не видел в этом году Не видели, да? В официальной программе не видел Обычно в него хожу Сын очень любит Перекресток Карла Маркса И Пролетарского И как раз музей-то является Сердцем всего И я просто настоятельно Рекомендую И самому сходить И детей привезти И посмотреть Есть такой нюанс Просто, что музей Нет постоянного доступа Он открывает свои двери Исключительно Вот в ночь музеев Мы приглашаем всех Жителей города Гостей Потому что В обычное время Там проходит обучение В учебном центре Энергетик Где находится На территории которого На территории Ломоносова-9 Вот это как раз таки Музей истории Энергетики Кировской области Это напротив Парка Победы Непосредственно Да, улица Ломоносова Рядом с перекрестком С улицей Кольцо Да, пара минут ходьбы От перекрестка Ломоносова-Кольцо Поэтому для жителей Йога Запада Очень удобно К тому же У нас будет организован Трансфер Традиционно тоже уже От Кировэнерго Здание на Спасской 51 Это рядышком В двух шагах Спасской и Карла Маркса Да, в двух шагах От художественного музея И там в 5, в 6, в 7 и в 8 часов Будет отправляться Бесплатный автобус И соответственно Маршрут То есть обратно Можно будет тоже вернуться На автобус То есть электробус Или обычный Обычный автобус Там нет проводов Но так или иначе Вся атмосфера Она будет такая Заряженная энергетикой Обратно люди Очень заряженные выезжают То есть достаточно Уже 2 года подряд Опробовано Вы уже третий раз То есть проводите Да, это третий энергоночек Да, и вторая энергоночка И конечно у нас Мы сами ошалели Когда в прошлом году Пришло Мы насчитали Чуть не полторы тысячи кировчан Одновременно? Не одновременно За все время Да, мероприятие И потом произошло Радостное событие На федеральном конкурсе Есть такой конкурс Медиатек Конкурс Пиар-проектов В федеральной сфере Энергетики И топливно-энергетического Комплекса Мы заняли Первое место Приз Как лучший проект По пропаганде Профессии энергетики Юху Итак, давайте пройдемся По порядку Что будет Подробно По программе Завтрашней энергоночи Итак, начало Ровно в 17 часов Все верно Завтра в субботу В 17 часов Ломоносова 9 Еще раз напоминаю И так люди приходят И что они сразу Видят и куда окунаются Сразу видят людей На нескольких галстуках Я просто Ну, мы разгоняем облака Специально Чтобы завтра Была возможность У ребят Кто Кто любит это дело А завтра солнечно Я смотрю Небольшой дождь Ну да Мы работаем над этим Чтобы ребята Покатались на гироскутерах Но это будут Не просто покатушки Это будут Покатушки просветительские Нужно Мы, соответственно Разъясним Где можно кататься А где нельзя С точки зрения безопасности Вообще энергетика Она такая очень сфера Это внутри здания Зарегламентированная С точки зрения безопасности Потому что электричество И тепло Это с одной стороны Благо Цивилизации С другой стороны Они таят в себе Скрытые опасности От которых Нужно быть предупрежденным И лучше Не делать некоторых вещей Вот об этих вещах Мы будем Тоже на них Будем акцентировать Внимание То есть все Развлечения Они так или иначе Связаны еще и С объяснением Как нужно действовать И что нужно делать Для того, чтобы Сохранить свою жизнь И здоровье Познавательный аспект Близняшки Обязательно у нас есть Вот Это Внутри здания На гироскутерах Нет Это снаружи Поэтому мы разгоняем облака А внутри здания Там Начинается Самое интересное Ну мы У нас есть Несколько цикличных программ Поэтому Мы ждем Вот весь этот период С пяти до девяти Вы можете подъехать Не обязательно к пяти Можно чуть попозже Цикличные Они будут несколько раз То есть запускаться Да Несколько раз Разные программы То есть По мере набирания групп У нас будут проводиться Экскурсии В музей энергетики Там На самом деле Есть просто Уникальные объекты Я сейчас не буду спойлерить Но Вот кто не был Я настоятельно рекомендую Потому что Это действительно И музей уникальный И попасть туда можно Только раз в год Либо же Наверное Можно по какой-то Предварительной записи Договариваться с директором Музея Но это все очень сложно А тут все будет весело Бодро И еще такой антураж Много разных мероприятий Будут программы детские Но все-таки Я попрошу Для затравочки Что такого уникального Интересного Для современного человека В музее энергетики Можно ведь все тонкости Не раскрывать Просто так Ну хорошо Какой-то экспонат От которого Башню сносит Ну у всех От разных вещей Башню сносит Поэтому я думаю Что там Все найдут Какой-то свой экспонат Любимый Ну во-первых Там есть уникальные Документы Как раз Там Когда только еще Была в проекте Первая электростанция Ну как Строить было ее не на что Поэтому Предложили всем Богатым жителям Нашего города Взять и скинуться На эту электростанцию Разослали письма А первая электростанция Как известно Была уже на упомянутом Перекрестке Да Нынешних Корвамаркс Респасской Вот Причем очень красивая Станция была На самом деле Вот как раз Можно будет посмотреть Ее внешний вид Там есть проект Этой электростанции Который наш государственный Университет подготовил И он там Был подарен музею Поэтому можно Прямо воочию Увидеть Как она выглядела Вот Ну и возвращаясь К тому Там есть свидетельства Документальные Кто пожадничал Кто не пожадничал То есть Есть письмо Прямо Одного Одного банкира Который писал Как электричество Вредно И опасно И что наверное Не стоит Выделять денежки На то Чтобы ставить Электростанцию Придумал отмазку Короче Да Но они же там Выделили деньги То с расчетом На то Что их дома Будут освещаться И к ним же Потом провели Потом электричество Пролью свет Одна добрая женщина Дала всю эту сумму Купчиха Всю сумму Дала Под Под рассрочку Единственное Что ей бедно Это все не вернули Потому что Революция началась Там И основную часть Долга Она так и не дополучила Это такое первое Государственное Частное партнерство Я опять женщина Женщина Кто ж еще Она понимает Сущность Как легко будет Потом стирать белье В стиральную машину Гладить его Ну есть конечно Еще не только Там документы Которые Свидетельствуют Об истории энергетики Есть Очень наглядно Расписаны Все этапы развития Когда у нас Строились станции Какие вводились Мощности Люди Обязательно Вообще энергетика Это люди В первую очередь Как и любая Другая отрасль И там представлен Целый Перечень Вот этих Замечательных людей Благодаря которым Мы вообще Сегодня Вот здесь И студия светлая И вообще у нас Да нас вообще Слышно Да Слышно Вот И я считаю Что они Особого внимания Достойны И завтра Обязательно О них расскажем Всем Кто к нам придет Ну а еще Из вкусняшек Мы подготовили Вот сейчас Доделываем Как раз Надеемся Что все сработает Такой стенд Схема работы ТЭЦ Где Ну понятно Что Не настоящий Генератор А Макет Генератора И турбины И В общем Сетей Можно будет Можно будет Запустить С компьютера Но А это Точные аналоги Программа Та же самая С которой Работают Сегодняшние Нынешние Энергетики Потому что Все Мини ТЭЦ Да Можно посидеть И запустить Все последовательные То есть Котел Пар Нагревает Газ Вращает Турбину Турбину Сети Пошло Все В дом Вообще Классно Да Есть реальные Музеи Объекты Это Огромные Изоляторы Они просто До потолка С линии 500 кВ Это очень Серьезное Сооружение Уникальные Щетчики Даже Кинокамера Есть И Все это Там можно будет Сводкаться Естественно Чем больше Тем лучше Потому что У нас будет Запущен Конкурс Хэштегов В котором Люди Могут Поучаствовать И Получить Тоже Замечательные Призы И подарки Всех Приглашаем Подробный Наш разговор Мы продолжим После небольшой Паузы Вернемся Через Полминуты Культ Поход Сегодня в Культ Походе В первом части Культ Похода Мы говорим Об Энергоночи 2018 Которая пройдет Завтра Начало В 17.00 На Ломоносово 9 Это музей Истории Энергетики Кировской области И рассказывают нам О программе Мероприятий Наши гости Олег Прохоренко Руководитель Пресс-службы Кировского филиала Т-плюс И Татьяна Михайлова Помощник Генерального директора Компании Горэлектросеть Вот я сейчас Предложил Прямо по возрастам Завтрашних гостей Пройти Что будет интересно Самым маленьким На что вы ориентируетесь Детям Постарше Подросткам Ну и взрослым Ну и скоро будем Уже вопросы задавать Татьяна Олег Ну встречают наших гостей Как я уже сказал Как уже Олег Вернее рассказал Это полезные Сам Олег Будет на этом Стоять Вставе Да Будут объезжать Объяснять Правила теплобезопасности И кататься На гироскутерах Вокруг люков Вот А люки будут открыты Как в Кирове А вот приходите И узнаете Значит Вокруг люков Скайуокеров Люков Скайуокеров Да Для самых маленьких Ребят У нас есть Программа Замечательная Вольтика и Амперка Где Герои расскажут Проведут интерактивную Программу Интермедиа Да И расскажут В такой Игровой форме О правилах Электробезопасности Вот Она цикличная программа То есть каждый час Она будет проходить Поэтому не бойтесь Приходите Не думайте Что вы опоздали Если не пришли в пять Приходите Мы вас ждем до девяти Вот Ну конечно Там К восьми Это уже подойдите Там будут последние Будут уже полюбившиеся Энергичные танцы Зона творчества Где можно будет Даже мастер-класс пройти Если говорить о возрасте Энерготанцы Они покорили всех В прошлом году Там просто танцевали От трех И до Пенсионного возраста Вот Поэтому Тоже очень интересное занятие Но экскурсия Она Я бы сказала Что шесть плюс Да Потому что Совсем маленьким ребятам Интересно посмотреть Там есть большие Вот как я уже говорила Изоляторы Приборы Макет Станции Есть принципиальная схема Работы ТЭЦ То есть Даже малышам Все равно интересно Это посмотреть Пусть они что-то поймут Что-то не поймут Но как-то соприкоснуться С миром энергетики И что-то для себя узнают На своем уровне Вот Такой первый шажочек Ну а конечно Для взрослых Кто особенно интересуется Этой темой Это будет очень интересно И познавательно И в целом История города Дальше У нас Замечательные наши партнеры Это учебный центр познания В этом году с нами Они будут представлять Роботы Роботы Которых можно двигать Силы и мысли Да Причем там Они очень интересную Фишку придумали То есть Роботы будут работать С помощью Там Сенсорных приборов Я даже до конца Честно говоря Вот мы узнаем сами Что это будет Да это даже для нас Некий сюрприз Что там у них будет Вот с удовольствием С нетерпением Жду посмотреть Что это такое И плюс у них Они переносят Компьютеры Там будет возможность Олег Программировать На примитивном уровне Да То есть Какие-то Программочки Прям там могут Дети сделать Вот Это Тоже От младших школьников Я бы сказала То есть Младшие школьники И старшие Неоновое шоу Это для всех Каждое выступление Учебного центра Познания Будет завершать Яркое Неоновое шоу И в 18 часов У нас еще будет Такой момент Признания Где мы будем Благодарить наших Партнеров Будем вручать Дипломы Призы Подарки Надо сразу сказать Что 4 компании Готовят Энергоночь Для вас Это Кировский филиал Т-плюс Горэлектросеть Которую мы Представляем Это Филиал Кировэнерго МРСК Центра И Воложья И энергосбыт Плюс И агентство По энергосбережению 5 партнеров Понятно Что подай пару Запуск ТЭЦ-компьютер Это немножко Для ребят Постарше Наверное Уже И уроки Энергоэффективности Тоже То есть Как экономить В быту На электричестве Тепле И прочем И в воде Вообще Ресурсы Как сэкономить И соответственно Бюджет Несколько Свой У нас такие уроки Есть Как сэкономить На мороженку Мы иногда Вообще Вот не дали Как вчера Мы ходили В две кировские Школы И рассказывали Как раз Целый день У нас были уроки Электробезопасности Вот А есть еще уроки Энергосбережения Вот Так завтра Как раз таки Можно Побывать и на них Электросбережения Ну В нынешних условиях Каждый день Интересован в том Чтобы Меньше Платить за электроэнергию Об этом Да Только на мороженку Сэкономить можно Естественно Ну Детям такой эквивалент Как-то ближе Что им там Экономить на что Вот они На шоколадке На мороженке Я просто говорю Что можно и для взрослых Сделать просто другое Немножко Естественно Конечно Кстати дети И взрослые Могут помириться Носами Могут посмотреть Чей нос Носами Горячей Это как У нас будет Тепловизор Да Тот тоже шлягер Прошлого года Мы решили Оставить Не обновлять Потому что Ну это действительно Прикольно Посмотреть У кого синий нос Через тепловизор У кого краснее А что такое Электролабиринт Смотрели в программу Электролабиринт Это аттракцион Созданный руками Нашего сотрудника Саши Истоми Но он же помогает Нам нынче делать Как раз макет станции Схему Работы действующей станции Вот Это очень интересный Забавный Мне как-то себе представил Что идешь в лабиринт С всех сторон Высокое напряжение А ты должен Аттракцион Где нужно иметь Твердые руки Нетрясущиеся И настойчивость Для того Чтобы пройти его до конца Именно руками С синими носами Туда лучше Допускается Допускается Но вряд ли дойдут до финиша Ну еще у нас На втором этаже Будет традиционно Такая кинозона Где будут Просмотр Различных фильмов Мультиков На тему электробезопасности На тему теплобезопасности Ну все тематические Интересные фильмы И также Огромная будет зона Развернута Для настольных игр Именно Тоже по тематике Электричества Мы назвали это Интеллекториум Часть Интеллекториум Да Потому что там Уже такие Игры разума Но это сейчас модно Все на ум Да Вот И будут даже съедобные шашки Можно поиграть И наесться Печнюшек Ага То есть не Тара какая-то Передвигать А именно съесть Хорошо Давай Ну там же Я съел у тебя пешку Бой шашку Да Съел Вот съешь Слушатели я думаю Ждут уже наших вопросов Сейчас прозвучит вопрос Но перед этим Все таки мы наверное Должны озвучить и призы Которые сегодня у нас есть Да Николай Давайте пробежимся Давай может быть начнем С призов Которые наши гости Принесли А хорошо Да Мы с собой принесли Но мы вам их не отдадим Вот Я вам принес посылку Вам не отдам Нет на самом деле Мы считаем Что самое логичное Это будет получить приз Как раз На Энергоночи То есть Мы получим список От нас От вас По завершению программы И вручим эти призы Уже в торжественной обстановке На самом мероприятии Ну хоть расскажите Что за призы Чтобы не котом в мешке Ну там Целый набор Целый набор Да От всех компаний Которые здесь участвуют Каждая компания Частичку себя положила В этот волшебный пакетик Наш народ любит Конкретику Конкретику Лампочка энергосберегающая будет Лампочки Кстати будет работать Личный кабинет От энергосбыта Там тоже на Энергоночи Они уже традиционно Тоже приходят И разыгрывают свои призы Там и лампы энергоэффективные Чего только нет Вот Ну а у нас У нас такой набор Я бы сказала Очень полезный Во-первых Наша Горэлектросеть Наша компания Приготовила Такой Вот я в студии Всем ребятам могу показать Вечный Вечный календарь Который вы сможете Пользоваться Пользоваться Всегда Просто всегда Вот годы идут Идут А вы просто вот Меняете Двигаете И не важно Какой год Очень здорово Приятно выглядит Выглядит Такая деревянная Очень экологичная Там же будут Кружки Будут блокноты Ну в общем Я говорю Целый пакет Подарочный Плюс К этому Естественно Можно будет Заработать Разных призов Еще на мероприятии Так Володя Я тогда из студии Сейчас выхожу Буду звонить Потому что мне понравился Этот календарь Итак Давайте пробежимся По нашим призам Сразу говорю Драматический театр 23 мая 6 часов вечера Хануман 12 плюс 24 мая 6 часов вечера Обед из трех блюд Плюс салат со скандалом 16 плюс И 25 мая 6 часов вечера Клятвенные девы 16 плюс Театр на Спасской Уникальная совершенно вещь Премьера Человечный человек Ребят В кассах уже билетов нет Есть у нас приглашение Галерея Прогресса Билет на выставку Коллекция Современное искусство Галерея Прогресса Лучшая за 8 лет 6 плюс И прекрасные сувениры У нас как всегда Разыгрываются Галерея Прогресса Кружка И магнит С рисунками Татьяны Дедовой Дальше книжки От магазина Читай город Которые находятся По адресам Преображенская 68 И торговый центр Крым В Крыме Театр и в Крыме Воровского 103А Ой простите Ленина 103А Все таки 103А Я без аннотаций Пожалуйста Потому что время поджимает Максим Макрангаус Александр Пиперский Антон Сомин 100 языков Великолепная книга Я очень хочу Но видимо Кто-нибудь выиграет без нас Алексей Сальников Петровый в гриппе И вокруг него Тут только один заголовок 18 плюс Да Предыдущая книжка 12 плюс Финалист премии Большая книга И нос Филипп Матушек Древние Афины За 5 драхм в день 12 плюс Еще одна книжка Александр Полярный Мятная сказка 2 миллиона читателей На вот чем-то там На вот чем-то там Мелкой дивизии Еще есть у нас Еще раз повторюсь Дочитай город Преображенская 65 и театро Это театро И Ленина 103 У нас есть приглашение Книжный клуб 12 Там пройдет уютный Ветер стихов Прозы Аглай Соловьевой С программой А потом будет снова Лето Ограничение 18 плюс Это будет 27 мая В 19.00 И в Вятскую филармонию Вы можете попасть В случае правильного ответа 21 мая 6 часов вечера Концерт Вятского Оркестра народных инструментов Имени Шаляпина 6 плюс И 24 мая Тоже 6 часов вечера Вятский наш Симфонический оркестр 6 плюс Да Ну и призы Напоминаем от наших гостей Организаторов Энергоночи Которая стартует завтра На Ломоносово 9 В музее Энергетики Кировской области Наши призы Получают в любом случае Люди ответившие Даже если вы выберете Какую-то книжку Все получат призы Отлично И как вопрос ждали Вопрос В 1946 году В Кирове Началось активное строительство Первой очереди Теплоцентрали От ТЭЦ-1 Однако из-за того Что труб Для прокладки Трубопровода Не всегда хватало Вместо них Использовали А вот что использовали Мы как раз попросим Ответить наших Радиослушателей То есть труб Для прокладки Не хватало И вместо труб Что-то использовали Это до сих пор Используется Олег Нет Сегодня уже технологии Все-таки обновились Используются не эти вещи По трубам-то что По трубам-то что По трубам шло первое тепло Первое тепло То есть горячая вода Централизованная линия Теплоснабжения Вдоль улицы Карла Маркса Горячая вода соответственно Да Горячая вода Теплоносить Труп не было То есть строительство Началось теплотрасс В 1946 году Ну послевоенное время Ну давай не это Подкатывай Эпоха Дефицит Непростая Кстати сегодня программа Сделана в Вятке С 13 часов Будет посвящена Послевоенному Кирову Как город так сказать На мирные рельсы Начинал жить Ну давайте послушаем Ваш ответ Алло добрый день Алло здравствуйте Здрасте как вас зовут Александр Слушаем вас Ну я думаю Что в нашем листом Краю это что-то Было нечто деревянное Какие-то каравахи Всего да Не совсем так И здесь Владимир Подсказывал Но видимо Вы не расслышали Не поняли подсказочку Вот 1946 год Ну вот представьте себе Да Мы даем вам еще второй шанс Александр Мы обычно так делаем Это не деревянные Были трубы Ну вот каменные кеда Ну и не каменные То есть для водопроводов Насколько я знаю Деревянные можно использовать Для системы теплоснабжения К сожалению Только металл Александр Ну увы Второй ответ А медные Что использовали Какие предметы Использовали Для строительства Этого трубопровода Труп не было Нет для трубы Труп не было Если были трубы Вопросы были Да Александр Извините Но уже три варианта От вас прозвучали Ждем еще звоночек Будем до следующего звонка Но вопрос лучше интересный Я сам сижу так предполагаю Я уже начинаю догадываться Конечно Потому что Вова Конечно хорошо подсказал Насчет года Историческое образование Дается Вот еще видимо Один звоночек Ну сейчас я думаю Человек уже должен ответить Добрый день Здравствуйте Андрей Жигалин зовут Ну да Андрей Жигалин Ну Андрей Вы должны ответить Совершенно точно Я думаю Что это какие-то Или дуа От танков Или там от ружей Совершенно верно Это стволы Списанных Артиллерийских орудий Кстати В прошлом В позапрошлом году В Кирово-Чебецке Когда перекладывали Одну из Трубопроводов Обнаружили Как раз Часть его была Такими стволами Тоже выложена Ну по степени надежности Они наверное не уступали В то время Нет Они были более До прошлого года До прошлого года Причем Спасибо вам за верный ответ Андрей Что выбираете В театре на Спасской В театре на Спасской Театре на Спасской 31 мая Примерно-человечный человек 31 мая 16 плюс Не кладите пожалуйста трубку Так Нам даст Еще один вопрос задать Просто у нас есть Следующий гость Давайте еще раз Давайте еще один вопрос Давайте еще один вопрос Этот предмет Есть почти в каждом доме И с каждым годом Их становится меньше Основным компонентом Их является Тугоплавкий материал Чья температура плавления Равна 3400 градусам Назовите предмет Двумя словами Я догадался В каждом хозяйстве В каждом В каждом Описание тугоплавкого предмета Я догадался Тугоплавки Это предмет с температурой плавления Тугоплавки Тугоплавки металла И прям мы его Их меньше и меньше становится Часто используем его Раньше очень часто использовали Да Ну давайте послушаем Алло добрый день Здравствуйте Здрасте представьтесь И ваш ответ Константин Ну мне кажется Это тугоплавкий металл Типа вольфрама В лампочках Которые используют Двумя словами Как ее назвать Нить Нет Сама лампочка Как называется Да вы правильно Практически сказали Лампочка Вы сказали Нить накаливания А надо сказать Нить накаливания Или лампочка Нить накаливания Нить накаливания В отличие от других Современных технологий Накаливания Константин Определяйтесь с призом Какой приз вы хотели получить А что хотели Можно ли книгу Книгу Какую из четырех Можно про языки Сто языков Крангаус Вот она Я так о ней мечтал Ну и к тому же И ваш приз будет ждать вас В музей энергетики Придете? Еще раз Просто я где-то плохо вас Ваш приз будет вас ждать Еще и в музее энергетики Если вы туда придете завтра Это кроме книги Нет Завтра не получится Ну нам все-таки Наверное придется договариваться Чтобы комплекты ваших подарков Они как-то у нас были Еще в редакции Чтобы было удобно Хорошо Константин поздравляем Давайте Перед рекламой И перед тем Чтобы на сегодня попрощаться Давайте еще раз Озвучим Где, когда, завтра Татьяна Давайте еще раз Дорогие Дорогие наши Кировчане Гости города Мы вас с удовольствием Ждем завтра 19 мая В музее энергетики Это на Ломоносово 9 В 17 часов Открытие дверей И до 9 вечера Мы рады вам Там И напоминаем Что бесплатный Подвоз Как обычно Бесплатный подвоз Каждый час Трансфер Автобусом От здания Кировэнерго Спаская 51 Это перекресток Карла Маркса И Спаской В 5 В 6 В 7 И в 8 Часов Вечер А обратно Обратно Соответственно В полчаса То есть 6.30 7.30 8.30 То есть Туда и обратно Полчаса на дорогу На загрузку Разгрузку И так далее Ну что С успешного мероприятия До завтра Всем хорошего Завтрашнего дня И сегодня тоже И погоды Спасибо Сейчас у нас реклама Благодарим Олега Прохоренко И Татьяну Михайлову И через пару минут У нас будет еще одна тема Связанная с Ночью музеев Рекламно-информационная программа Культ поход 18 мая Напоминаем Сегодня международный день музеев Ночь музеев По всему миру Эта акция будет проводиться Завтра Завтра И к ней присоединяется Множество музеев И, кстати, не только музеев Это вообще масштабное Такое очень широкое мероприятие И вот буквально Несколько минут назад Мы узнали от гендиректора Компании «Евятич» Лик Урагина О том, что предприятие Тоже участвует В большем музее Николай, пожалуйста Завтра вы сможете У нас просто прекрасная Будет возможность Поучаствовать по экскурсии В заводу с дегустацией Первая экскурсия Стартует в 8 вечера И будет продолжаться Каждый час Бесплатно И записаться можно по телефону 376-400 Или на сайте компании Ограничение 18 плюс Еще раз повторю Номер телефона Бесплатная экскурсия По заводу «Евятич» 376-400 И теперь приветствуем Мы в нашей студии Дмитрия Шилеева Директора Центра современного искусства Галереи «Прогресса» Дмитрий, добрый день Добрый день У нас есть 7 минут Для того, чтобы О вашем мероприятии рассказать Что? Каждый час Ночью в галерее У нас, как всегда Сказочные Прекрасные мероприятия У нас начинается все В 14.30 Это будет за студией Для всей семьи То есть большого разгона такого В 2.30 ночь начнется Я бы сказал, что форумы Мы всегда стараемся сохранять Вступление, развитие, выселение и кода То есть это какое-то Петропавлово-Капчатское время В два жанра Может быть другие Нет, ну немножко Завязка, кульминация Дети Поэтому кульминатский час Поэтому вот изо-студия начнется в 14.30 Мамы могут вместе с своими детишками Прийти на изо-студию и порисовать Это единственное, которое платное мероприятие Оно затратное А все остальные, конечно, бесплатные Начинаются бесплатные мероприятия С 18.00 И продлятся до 24.00 До полуночи Класс Ну там уже будет известная выставка Но совпало уже второй год В том году Ночь музеев была Созвещена с Годом экологии И мы показывали две выставки Антона Чегола И Чеглова, эколога И Геннадия Носкова Различия этих двух выставок Они обе посвящены красоте мира Одна про проблемы, которые совершают люди По загрязнению окружающей среды А вторая про прекрасные европейские пейзажи Средиземноморья, скажем так В этом году у нас Мы показываем коллекцию Которую собирали в течение деятельности Галерея прогресса Начиная с 2011 года И по сегодняшний день Самая ранняя работа Так как мы современное искусство представляем В 89-го года Александр Подшивалов Следующая Это прекрасный Федя Ширяев Художник Есть объекты, которые привезены из Москвы Платье, которое Николай увидели Это платье победило в годы литературы Лучший образ гордой литературы в России Оно сделано абсолютно из бумаги Есть иностранные участники Этой коллекции Это немецкие художники Которые делали Тема выставки На арт-плее была Образ Москвы И вот они ее экспонировали В нашем пространстве Ну и все наши Прекрасные художники Срез в течение 30 лет Начиная, я говорю, что с 90-х годов До сегодняшних дней Можно посмотреть часть Современного искусства вятки Часть? Часть, да Какой зал должен, чтобы все собрать? На самом деле очень много прекрасных художников Которые находятся, к сожалению, в андеграунде На сегодняшний день Не только в Кирове Вообще вся и Россия Потому что это проблема Только все начинается, зарождается И прекрасно, что это начинает Превращаться в некую тенденцию То, что скоро мы увидим много имен Которые действительно достойны Ну если не мирового То российского признания точно Открывается в 19-й на нем Прекрасная выставка Где есть стиль, юмор Абсолютный персонализм Авторов, художников Максима Наумова и Игоря Сметанина Выставка называется Вятские охватки Значит, концепция интересная Это вот в этих двух зальчиках у вас Да, как раз специально было Максиму Науму предложено Что они берут левый и правый И условно правый зал В левом зале будет представлена Значит, выставка Где левый берег реки Вятки Издревле ослабился селом Откуда берет начало Дымковский промысел Этому посвящен цикл работы Игоря Сметанина Игорь и игрушки Очень с юмором Стильно, тонко, воздушно Левый берег это за старым мостом Абсолютно современная Как бы выставка Очень рекомендую На правом берегу Где будет выставлен экспонированный Картины Максима Наумова Там будут представлены Развития нашего города С другой части реки Где процветали Искусство и науки То есть левая часть Это промысел Интересная концепция А правая часть Как бы реки Это наука То есть специально Они готовили Вот такой вот Именно такую Специально готовили Двойную выставку Двойную выставку А посередине Собственно река Вятка Наши прекрасные Вот Никогда бы не подумал Что можно Интригу внесу Потому что С помощью Вятки Делить Ну это ведь так и есть То есть мы как бы Все это знаем Но вот когда ты Начинаешь внимание Деталям Просто не задумывались Уделять Ну художники Они же внимательны К деталям Вот поэтому Они прекрасные Удивительные сочетания Неразделимые Собственно А почему Вятки и Хватки Это? Это уж такое Известное слово Сочетание Взяли Мы узнаем В основу В смысле Мы его узнаем Почему именно От авторов Почему Вятки и Хватки То есть надо Пойти и посмотреть Концепция это понятна Очевидно Почему Вятки и Хватки Ну допустим Там про Васнецовых Я бы как раз хотел Дополнить Что наше прекрасное Там есть Некое большое панно Которое создал Максим Новымов В котором Есть элементы Этого панно Где отображены Наши Вятки и динозавры Братья Васнецовые Там Дымковская игрушка Они все вместе Называется Дама с собачкой Это уже Игорь Сметанина В другом Как бы зале Очень интересно Изображена Ассоль Ну я говорю Что настолько Игорь очень В смысле Интересный художник Тонко чувствует Юмор И при этом Обладающий Прекрасной Профессиональной техникой А Игорь Если не ошибаюсь Возглавляется Из художников Да Из художников В Кировской области Вот именно У Максима И у Игоря Есть Потому что Как бы Потенциал Жизни И они делятся Своим Как бы Опытом И мастерством Напоминаю тем Кто запамят Горьковый Пять Горьковый Пять Галерея Прогрессов Рядышком с Джеммолом Завтра можете пожаловать Туда 14.30 Да Самое первое мероприятие Да Вот это За которое придется Собственно Это всем уже Отплатить немножко Открытие выставки В Бойде 19 Про которую мы сейчас Как раз рассказывали Чем еще удивите Вход с 18 Бесплатно начинается Ну прекрасный Михаил Лицеров Преподаватель Отечественной истории ВятГУ Расскажет нам О Вятской губернии В 19 20-х веков Значит Интересен срез Потому что О чем он будет Рассказывать Посвящена Переломному времени В истории государства Но в пределах региона Прекрасно Что есть люди Которые собственно Пользуются Авторитетными источниками Потому что Сами знаете В интернете Пишут разные А вот хочется Просто люди молодые Особенно мужчины Приходят И говорят Юноши Мы хотим знать правду Ну Когда будет Лекция про историю А Миша всегда Это делает Так что С интригой На грани интриги И как бы Юмора То есть Он прекрасный Образец интеллигент Мы знаем Конечно Блестящее дело Это Михаил Ну в смысле Интеллигент Душой анархиста В хорошем смысле Это слово Переименовывать Галерею Галерея правды И прогресса Нам очень понравилось Только У нас сравнили Новая строка Даша Она не была С островом А нет Не буду Врать Все люди Мы никогда никого не разделяем Кто сказал Что вы Прекрасный островок свободы Это нам очень нравится Это вот Мы собственно Этого и хотели Но при этом Как бы Не протестуя Искусство Оно же Неосязаемое Его невозможно Как бы Ухватить Поймать И запретить Музыкальная составляющая Или какая-то иная Еще которую Не упомянули Будет тоже А как всегда Диджей сет Джекич Будет выступать С виниловых пластинок Начнет он 22 готовиться Я думаю Что 22-30 Он поставит Он сейчас Ездит по всей России Мы очень рады за него Потому что Екатеринбург Петербург Когда тебя приглашают Такие крупные города Выступать Если кого-то приглашают Приглашают за деньги Потому что У них тоже есть Поэтому Евгений Джекич С виниловыми пластинками Будет выступать Возрастное ограничение Не сказали Которое требует Нам произносить На выставке 0 плюс Собственно Как бы А комендантский час Он собственно Всегда По умолчанию Поэтому После 23 Несовершеннолетних Уже Нет 22-0 Должны несовершеннолетние Покинуть площадку Мы за этим следим Отлавливаем А в 23 Они должны И исполнилось 22 начинается Отлов несовершеннолетних На мероприятии писать Отлов несовершеннолетних 22-0 Хотел еще уточнить Что в этом Году Российская акция Ночь музеев Называется И основная тема ее Шедевры из запасников Да-да-да Так у вас как раз выставка Да Как раз у вас шедевры из запасников Ну я не могу себя это сказать Спасибо Николай Иванович То что долгое время То что долгое время Не демонстрировалось Пылилось И ждало Своей встречи со зрителем Вот будет представлено Итак еще раз напоминаем Галерея прогресса На Горького 5 Тоже присоединяется К ночи музеев Пожалуйста Завтра в субботу 19-го числа Собственно вот сейчас Вкратце Директор галереи прогресса Дмитрий Шиляев Ну рассказал нам О том Чем будет наполнена Эта ночь Именно в галерее На этом завершается У нас первый час Программа Культпоход Через 20 минут Мы окунемся В мир музыки К нам придет Константин Маслюк Главный дирижер Рветского симфонического Оркестра имени Раевского Так что тоже будет интересно Мы только разыграли Еще меньшую часть наших призов Так что Будьте на чеку Культпоход